Сначала мы прочитаем с вами быстро, по-русски, то, что читали по-церковно-славянски. 11 глава, послание апостола Павла к евреям. Святые все верою победили царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получили умерших своих воскресшими, иные замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Сейчас мы пройдемся несколькими словами по этим категориям святых праведников Старого Завета. А уже сейчас можно сказать, что нам хватит с вами работы на многие долгие годы, поскольку знание Ветхого Завета – это непременное требование ко всякому христианину. Поскольку по послам Блаженного Августина Новый Завет скрыт в Ветхом, а Ветхий Завет раскрыт в Новом. И в Ветхом Завете не все Ветхое. Рассказ книги «Бытия о творении мира» из ничего и благоустроение Богом этой Вселенной – это не Ветхий Завет, это Вечный Завет, это Вечная Правда. И там есть много новозаветного в пророках, в праведниках и так далее. Поэтому поймите это, я это говорю сознательно и намеренно, знаю, что нас услышат при помощи техники гораздо большее число людей, чем стоит здесь. А среди христиан есть некие малоумные люди, которые отвергают Писание Священное Ветхого Завета. А есть, не знаю, какие-то, может быть, тайные враги, которые сознательно говорят, нам это не надо. А как не надо, если это Дух Святой сказал, это все говорил через пророков. Поэтому все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, наставления в праведность. И если вы сегодня начнете этим заниматься, поверьте мне, ваша жизнь продлится, потому что вы пока не окончите, не умрете. А там намного десятилетий работы. Это залог долголетия, между прочим. Вы вообще знаете, что праведники вовеки живут? И что даже на земле Бог уделяет им длинные годы? Например, Антоний Великий, отец монашества, он за месяц съедал меньше, чем мы за день, а жил очень долго. Ануфрий Великий за год съедал меньше, чем мы за два дня. 63 года в пустыне прожил, никого из людей не видав. За 100 лет зажил. Столбники святые, Симеон, Даниил, Лука, на столбе как птицы стояли, вообще не странное житие вели. Жили все не меньше 90 лет. А мы сегодня думаем, что долголетие зависит от того, чтобы мы хорошо питались. Или мы ходили к врачу, или ходили на массажи, или сидели в джакузи, или гуляли вечером по лесу с палками швейцарскими. Думаю, что это нам даст долголетие. А какие глупые люди. Люди, которые жалеют себя, живут бестолку. И жизнь их будет короткая, потому что она бессмысленная. Люди, которые жертвуют собой, живут долго, потому что жизнь их имеет смысл, и Бог дает им дни. Итак, давайте посмотрим, о каком же нам говорит нам послание к евреям. Святые верою побеждали царство. Ну, хватит здесь назвать хотя бы по одному. Назовем Моисея, который победил Великую Империю. Он сокрушил Египет. Египтология современная, она в части некоторых ученых сомневается в достоверности библейского рассказа, книги Исход, а некоторые подтверждают. Но так или иначе, Слово Божие говорит нам о том, что Моисей сокрушил Египет. Десятью казнями Бог через Моисея. Все, что с ними случилось, превращение воды Нила в кровь, нахождение жаб, песих мух, погибель первенцев, это все сокрушило Египет. И вот святые все верою победили царство. Вот вам первый и главный, Моисей, учитель их и наш, древних людей и наш сегодня. Получили обетование. Это Авраам. Ему обетовал Бог, что в семени твоем благословятся все народы земли. Это обетование, то есть обещание. Получили обещание. Например, потом уже детям Авраамовым, там Исааку, ничего не сказал Бог. А Якову сказал, буду с тобой на всяком пути, а мы же ащи пойдеши, и распространю семя твое, как песок земной, на север и юг, и запад и восток. И не имом тебя оставите, то есть не оставлю тебя. То есть святые получили обетование. Давид получил обетование. От плода чрева твоего посажу на престоле моем. Это обещание. То есть Бог с клятвы обещает многое. Итак, победили царство, это Моше, Моисей. Получили обетование, это Авраам, Давид. Заградили уста львов. Сказали только что, батюшка сказал, что это Даниил, который, брошенный в львиный ров, источал из себя благоухание святыни. А у животных есть генетическая память. Животное тебя не укусит и не ударит, и не легнет копытом, если почувствует в тебе запах Адама. Животным Бог в раю повелел слушаться человека. Они слушаются. Валы слушаются, кони слушаются, ослы, какие неупертые, слушаются. Но когда человек грешит, они восстают против человека. Тогда его муха кусает, комар жалит, змея его грызет, и тот же осел его легает, и тот же пес на него скалит зубы. На грешного человека. А если человек свят, тогда животное обоняет запах святыни и кланяется ему, потому что так Бог приказал. И когда Даниил был во рву, голодные львы занюхали своим духовным нюхом в нем благоухание святости и стали кошками. Стали мурлыкать, тереться об него головой, спиной, боками, стали потерять свою свирепость. Так и с нами будет. И было бы, если бы мы были святые, любое животное бы служило нам. Вот святые, слышите, да? Победили царство, получили обетование, заградили уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне. Это все книга судей. Если вы читали такую, там перечисляются многие временные вожди народа, харизматичные лидеры народа, которые возникали не по праву царского преемства, не по праву священнического преемства, а по праву божьего повеления. Когда вдруг становилось совсем худо, появлялся Гедеон, Варак, Самсон, Дебора и другие святые избранники, которые делали вот то, что говорит нам Писание. Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Например, Гедеон, когда должен был прогнать захватчиков, он получил от Бога повеление уменьшить свое войско, чтобы Бог сказал ему, если много будет вас, то вы скажете, что моя мышца, мой меч, моя сила меня освободила, а я освобожу вас, а не вы. Поэтому уменьши войско, он уменьшил. Господь говорит, еще уменьши, еще уменьши. Это еще уменьши. Там совсем мало их осталось. Вот с этими людьми иди воюй, чтобы ты потом не сказал, что ты себя освободил, чтобы ты знал, что я тебя освободил, говорит Господь. Вот они прогоняли полки чужих. Слышите, как очень важно отдать Богу славу? Человек попадет в больницу, и вдруг впервые в жизни начнут молиться. И впервые в жизни молиться начнут его сродники, вдруг реально испугавшись потерять его. До сих пор жили, как куры и овцы. Ни о смерти, ни о Боге не думали. Вдруг пришла к нему смерть, взяла его за горло, положила на кровать. Он начал молиться. Дай Бог, потому что не все начинают. И родня начала пугаться и молиться. Побежали по храмам. Что делать, что делать, что делать. Ну и его там доктор лечит, пилюльки ему дают, то делают, это делают. А они молятся. Вдруг он взял и выздоровел. И ему нужно сказать, слава Богу, поднявшему меня и давшему мне еще пожить. Уже по-другому. Я уже так жить не буду, как я раньше жил. В чем смысл болезни? Чтобы выздороветь и больше так не жить. Кто-нибудь сказал об этом по телевизору? Эти все наши министры здравоохранения, эти все журналисты, которые орут нам в правое ухо, потом влево, потом опять в правое. Там ковид, ковид. Скажите людям всем, в чем смысл болезни? Чтоб ты испугался и больше так не жил, а жил лучше. Ты выздоровеешь, если будешь жить лучше. В этом смысл болезни. А если ты лучше жить не будешь, умирай, ты не нужен. Ты здесь больше не нужен, ты свое сделал, ничего хорошего тебе ждать не приходится. В этом смысл. Если ты выздоровеешь, поднимешься, скажешь, Бог меня поднял, чтоб я был лучше. А обычно он поднимется и скажет, пилюлька меня исцелила, доктор Иванов меня исцелил, ваша прекрасная больница меня исцелила. Тогда все. Все. Поживешь еще годик, а потом уйдешь без покаяния. Потому что ты ничего не понял. Бог тебя, дурака, поднял, чтоб ты пожил по-другому. Вот так было в древности. Малое число людей совершало великие вещи. Для чего? Для того, чтобы все понимали, это не я, это он. И всегда, когда совершается что-нибудь хорошее и большое, или хорошее, но маленькое, нужно сказать, это не я, это он. Вот об этом пишет апостол Павел в послании к евреям. Дальше пошли. Жены получили умерших своих воскресшими. Это Илья и Елисей, воскресивший там в Сарепте-Сидонской сына жены вдовице сначала, Илья у язычницы. Это была тема первой проповеди Иисуса Христа, когда Христос в синагоге Назарета взял книжку, начал читать, прочитал, потом положил, начал разговаривать. Они все смотрели на него, потому что чувствовали, что у него другие слова, непростые слова у него. И он сказал им, что много было вдовиц в Израиле, в одни Ильи пророка, и ни к одной из них не был послан Илья, а только в Сарепту-Сидонскую, к жене вдовицы, язычницы. Много было прокаженных в Израиле при Елисеи, никто не исцелился, только один язычник, сирианин. Это была тема первой проповеди Христовой в синагоге города Назарет. Вот об этом пишет и к евреям послание, что жены получили умерших своих воскресшими, а иные замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Великая мысль. Оказывается, худшая смерть обещает лучшее воскресение. Сколько людей в нашей стране было убито совсем недавно по историческим меркам за имя Иисуса Христа разного звания пола и возраста. Убито по-разному, замучено голодом, забито до смерти шампалами, штыками или прикладами. А некоторые, например, получили такую кончину, как священномученик Фадей, архиепископ Тверской, его утопили в яме с нечистотами, то есть в выгребном туалете. Он захлебнулся нечистотами в яме в руках сатанистов краснозвездных, которые такую смерть ему придумали. Они получили жуткую смерть. И те, кто хуже нас, умирают красиво. Те, кто лучше нас, умирают страшно. Иоанн Претеча, ни одного греха, постническая жизнь, больше рожденных женами, умер на коленях под землей в подвале и никого не видел, только лицо палача, который поставил его, откинул волосы с шеи, отсек ему голову, взял на блюдо и принес напиршество к Ироду, Иродиаде и всем остальным. Страшные смерти иногда ожидают праведных людей. Страшно это? Мне кажется, очень страшно. И вот здесь Павел говорит о том, что не получили замучены были, не получили освобождения, чтобы получить лучшее воскресенье. Они будут с избытком прославлены, уже навсегда, без перемены. А другие испытали поругания, побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями. Это традиционная еврейская казнь, описанная в Писании. Смысл ее в том, чтобы не прикасаться к человеку, что ты для меня настолько гнусен, что я тебя даже трогать не хочу. Не душить, не связывать тебя. Я тебя издалека буду бить, как бешеного пса, как прокаженного. Это такая ритуальная казнь. И многих из них били до смерти камнями, вплоть до Стефана, первомученика. И Христа хотели побить камнями. За камни хватались, и он спрашивал, за какое доброе дело желаете бить меня камнями. Они опустили камни, значит, и дальше с ним стали разыгрывать. То есть, это такая традиционная казнь. Многие праведники были побиты до смерти камнями. Перепиливаемый, это Исаия, его перетерли, по-славянски, при трени, быша, перетерли пилой деревянной. Если бы железной, жик, жик, два сильных мужика в четыре маха, раз, два, три, четыре, и распилили человека, чтобы не мучился. А деревянной пилой пилили его там и 10 минут, и 20 минут, и полчаса, может быть, и час. Перепили-ка человека живого деревянной пилой. За что? За правду. Кто? Сродники, одноплеменники, верующие люди. Ну, как у нас, так и у них одно и то же. Побитые камнями, перепиливаемые, подвергаемые пытки, умирали от меча, скитались в милотих и козьих кожах. Это Илья и Елисей, это такие полумонашеские мантии, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Слушайте, разве нужно еще спрашивать, разве такой вопрос имеет цену? Нужно вообще читать старые за это или не нужно? Разве у кого-то вопрос может возникнуть вообще? Неужели не очевидно, что нужно всю жизнь свою прожить в изучении Писаний? Оно потом вас двинет на молитву, захочется молиться, просто захочется молиться. Почитаешь и заплачешь, потом почитаешь и порадуешься, потом почитаешь и не побежишь потом ни на танцы, ни в кино, а на колени встанешь, и почитаешь Отче нашу, и просишь Бога прощения. Оно заставит тебя молиться. Можно вообще, например, был такой, если брать уже Новый Завет, например, то это заменит все молитвы. Был такой затворник Киевский Парфений в 18 веке. Его многие-многие просили молиться Богу за них. И он за них читал главу Евангелия. Запоминайте это, это вас спасет, если вы запомните и сделаете. Вот, например, просит тебя там человек, говорит, помолись за меня, а ты не знаешь как. Допустим, или ты знаешь, что у тебя там у дочки сына проблемы, например, надо молиться за них. Или ты знаешь, например, что у патриарха проблемы, у церкви проблемы, надо молиться. Ну как молиться? Бери Евангелие, скажи, во имя Отца и Сына и Своя Духа. Аминь. И читай одну главу. Одну главу. Прочитал эту главу и скажи, Господи, словами Святого Евангелия, только что прочитанными, как огнем сожги грехи наши, как светом просвети души наши, как хлебом напитай нашу жизнь, защити, помилуй, сохрани нас словами Святого Евангелия. Аминь. Хватит. Вы совершили большое дело. Этому Парфению однажды приснилось поле, а на поле бурьян такой, что его прикоснуться к нему страшно, и толстый, и колючий, и страшный, и много его. И вдруг упал с неба огонь и сожрал все в пепел. И был ему голос, Парфений, бурьян этот, грехи тех, кто просит тебя за них молиться. огонь этот, благодать Божия, которая сходит на их грехи, чтобы сжечь их, когда ты читаешь Святое Евангелие. Такая сила в Писании. Люди, которые не любят Писание, даром живут. Ну, реально. Особенно христиане, которые Акафис читал, канон читал, газету православную читал, это читал, вот это читал, Писание не читал. Даром живете, возлюбленные, времени мало осталось. Еще и лика, и лика Господь придет и не закоснит. Мы не знаем, сколько осталось, но те, которые уже умерли, вчера умерли или позавчера умерли, они точно вам скажут, да, мало было времени, я даже не думал. Я думал, еще поживем, 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 потом бах, нитка порвалась, и все, мало осталось. Начинайте, пока не поздно. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Сегодня, по крайней мере, это зачало дневное, посвященное Даниилу, заградившему уста львов, оно вот именно об этом. Да не только об этом. Слушайте, Даниил, он же нам и Господа предсказал. Он же видел скалу, от которой без рук отсекся камень и покатился и ударил в идола с золотой головой, с серебряными плечами, медным животом, с железными ногами и глиняными ступнями. Этот идол рухнул, а камень наполнил всю землю. Камень же Бе Христос. Камень, из которого пили евреи в пустыне, который воду им дал на миллион людей, камень, который ударил в этого, значит, из тукана, это Христос. Христос есть камень. Камень, которым Давид Голиафа победил, это Христос. Камень, это везде Христос. Камень, Его же не брегоша зиждущий, сей бысь во главу угла. Вот камень, отсеченный без рук, наполнивший всю землю, это Иисус, родившийся без семени от Девы Марии, которого Святое Рождество мы будем скоро праздновать. И грузины, и сербы, и в Иерусалиме, и в России. Где-то уже отпраздновали, румыны, болгары, американцы, значит, это там часть, а где-то еще нет. Это Он один. 25 декабря или 7 января, неважно, это Он один, Христос, без рук, без семени, камень отсеченный. Это Даниил сказал. Это нужно знать? Да, конечно, нужно. Да как же можно такие вещи не знать? Да и все остальное нужно знать. Этим мы и спасаем свою бессмертную душу, братья и сестры. Хлеб для тела, Бог для духа. Ну и там говорится даже дальше в конце, что все сии, все эти люди не получили избавления. Богу нечто лучшее о нас, предзревшую. Да не без нас совершенство приимут. То есть, насколько велик Давид, Аврая не сразу вошел. Насколько велик Моисей, Аврая не сразу вошел. Насколько велик Авраам, мы все дети его. Все верующие в Бога единого, дети Авраамовы. Аврая не сразу вошел. Потому что Бог еще о нас позаботился. О самых маленьких, самых последних, самых ничего не сделавших, самых несчастных людях на земле. О нас тоже позаботил, чтобы и они, и мы вместе получили одно и то же блаженство. По совести я себя рядом с Давидом никогда не поставлю. Я стану вот там, а Давид будет стать вот там. Никогда с Моисеем рядом не стану. Я прекрасно понимаю, кто он, а кто я. С Авраамом счастлив был бы ноги помыть ему и воду выпить. Но Богу так хочется, чтобы вы, и я, и Моисей, и Авраам, и Давид были вместе и имели одну и ту же славу. Вы слышите, что вообще Бог делает для нас? чем мы платим ему? Чем хочешь, но только не тем, чем надо. И вот я вижу здесь, вот здесь, Германа Аляскинского, частица мощей, там что-то там еще, значит, такое с ним связанное. У него есть такой лозунг. Вот кто сюда ходит постоянно? Вот вам Герман, вот если будете приходить к нему поцеловать, поцеловали и отошли, слова святых важнее, чем мощи святых. Слышали такую мысль? Слова святых важнее, чем мощи святых. И книжка святым написанная важнее, чем мощи святого. Потому что мощи поцеловать может каждый, а книжку прочитать люди ленятся. Вот если вам привезут мощи Василия Великого, вы их поцелуете, а вот на полке книжки Василия Великого стоят, а вы их не читаете. И мы не читаем, попы тоже мало читают. Времени нет, лень матушка. Понимаете? А книжку про честь важнее, чем мощи поцеловать. Вот Герман, что он говорит. Он всю жизнь говорил одно и то же, алиутам бедным, эскимосам, и нам тоже, бедным алиутам и эскимосам, одно и то же говорит. Давайте с этого дня, с этого часа, с этой минуты полюбим Господа Иисуса Христа и наконец-таки начнем исполнять его заповеди. Слышите? Вот когда вы придете сюда еще раз, здесь же есть постоянные прихожане, и там поцелуете, и здесь поцелуете, и там поцелуете, и там поцелуете, вы подумайте, что он говорит. Не спешите целовать все подряд, кругом. Станьте и подумайте, а что вам самое главное в жизни сказал? Что сказал самое главное в жизни Святой Шанхайский? У него много в сказках, ну, например, он говорит, хотя я умер, но я жив, он сказал сразу после смерти одной прихожанки. Ты услышишь, что я умер, но я жив. Он жив, он реально жив, он живее, чем вы и я. А Герман говорит, давайте с этого дня, с этого часа, с этой минуты полюбим Господа Иисуса Христа, давайте начнем исполнять Его волю. Вот что нужно человеку. И когда мы это начнем делать, нам нужно будет Святое Писание каждый день. Нам захочется про него послушать, поговорить, порассуждать, позапоминать. Вот это все, знаете, как лепесточек розы. Он, если его просто сорвешь, подержишь в руках, понюхаешь, ну, пахнет. А если ты его в руках разотрешь и потом понюхаешь, ну, так же все любое пахнущее, оно тебе отдаст больше запаха. То есть нужно тереть, на языке носить. Так это все, знаете, так сладко во рту подержать. Это каждое слово Божие, оно же Божие. Вот этим спасаться надо, возлюбленные. Думаю, на сегодня хватит. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok